Привет, пацаны! Угадайте, куда мы сейчас с Андреем едем? А едем мы с Андреем в транспортную компанию получать свою новую лодочку! Прислали нам её компания Аквилон! Сейчас мы доедем до транспортной компании, получим её, приедем к Андрюхе в гараж, ну и в гараже мы её надуем, посмотрим, проверим, ну и, конечно, вам всё это покажем, она у нас постоит до завтра надутая, чтобы быть наверняка уверенным, что лодка целая, и, скорее всего, послезавтра выйдем мы на рыбалку на новой лодочке. Включимся в гараже. Ну вот, ребята, притащили мы свою лодочку к Андрею в гараж, вот так вот она у нас упакована, скотч Айколэнд, грузоперевозки Россия, Смоленск, все дела, лодочка к нам это приехала из Новосибирска, компания Аквилон находится в Новосибирске, ну а прислал нам её Гриша из Айколэнда, он как раз торгует этими лодочками. А лодку нам предоставили Аквилоновцы, как бы на тест-драйв, но на вечное пользование. Сейчас вот мы будем разбирать этот ящик и посмотрим, что там находится внутри. Вот, ребята, лодочка находится вот в таком вот, так сказать, мешке, упаковке, тряпочная, надёжная такая, ну даже какой-то брезент. Сейчас посмотрим, что они тут вовнутрь положили. Может, это вовсе не лодка-то. Вот так оно тут работает. Внутри мы видим одна сидушка, вторая, о, нам даже мягкую накладочку прислали, ребята. Ах, мягкая накладочка на сидушку. Кайф. Это бонус. Так, стой. Это у нас тут пакетик, наверное, с насосом. Такой, на замочке. Непромыкаемый. Тут у нас находятся заплатки. Клей. Инструкция. Аклелон. Лодочки. Почитаем. Позырим. Ну и что у нас тут ещё в этом непромыкаемом мешочке у нас? Естественно, насосик. Такой мощный, правильный насос. Какий он? Девяти, наверное, литровый или шести там? Сейчас почитаем. Семилитровый насос. Хороший, мощный насос. Ну и мы будем качать потом как-нибудь. А сейчас нам надо посмотреть, что у нас из себя представляет сама вода. А, вёсла ещё забыли. Обалдеть, всё упаковано. Красавчики. Вот. Из ПВХ чехол. И в нём... Ну, вёсла. Вёсла, что на них смотреть? Вёсла как вёсла. Дальше. Ах, нам у него пахнет новой лодкой. Кайф. Лодочка наша называется Аквилон СВ 340. Что означает северный ветер 340 длина. Так, надо камеру, наверное, поставить, чтобы вам лучше было видно. Кайф. Легче вперёд сюда двинем. Чуть вперёд ложку двинем, а то камера не захватывает. Ну, и что? Начнём надувать. Лодка — это дном низкого давления. То есть, тут нет никаких древянных паёлов. Здесь дно накачивается. Давай, пусть сначала. нашу красавицу. И сейчас давайте поближе её разглядим. Что же нам прислали? Что тут у нас написано на табличке? На табличке у нас написано ООО Аквилон СВ 340. 340 — это длина. Ширина у нас метр пятьдесят семь, наверное. Баллоны 42-е. Ну, и все дела. Ну, и вес, наверное, 36 килограмм эта лодка весит. Дата изготовления этот месяц. Вернее, следующий. Не, этот. Точно, этот месяц я уже хотел приколоться. Ещё не сделано. Короче, нуль с полной. Муха не сидела. Навьё лодка этого месяца. Ручечки в нужных местах, чтобы сзади носить. А то бывает клеют вот с этой стороны, что потом брать неудобно. А так всё на своих местах. Транец вклеим качественно всё. Нигде ничего не намазано. Вообще даже клея рядом нигде нету. Обычно вот клей торчит, а тут нету. Как я уже сказал, чем интересна эта лодка. На таких лодках мы никогда не плавали, у этой лодки надувное дно. То есть и дно и киль это всё один толстый жирный баллон. Если мы напоримся на какую-нибудь корягу, когда будем плавать, то, как утверждает производитель, лодка выплывет даже на одном из четырёх баллонов. баллонов тут четыре. Вот один, второй, мыс и дно. Вот не знаю, как на этом дне будет удобно, неудобно стоять. Поспрашивал я знакомых, у кого есть такие лодки. Это Александр Таймень. Знаете, наверное, многие его каналы. Вот он плавает точно на лодке с таким же дном. Также Григорий Безменов плавает. Кстати, на такой же лодке, только у него размером побольше. У него тоже аквилоновская лодка. Ну, и давайте попробуем что-ли походить по этому дну. Ух ты! Ну, вот, ребята, я стою на этом дне и качали мы его как бы для демонстрации не сильно. Я думаю, ходить по нему будет точно так же, как по деревяшкам. Ну, вот, натоптал. Кстати, дно и с этой стороны, и с той стороны проклеено, как бы бронировано вторым слоем. Это даже, я не знаю, как назвать, в ПВХ, не в ПВХ, не знаю, структуру камера сейчас передаст, вот, фокус, поймает такая жесткая вещь, которую крючок вряд ли сможет проткнуть. Ну, на всякий случай, конечно, можно сюда на дно еще какой-нибудь кусок линолеума постелить, а то у нас воблера-то злые, с тремя тройниками. спереди что мы видим? Спереди мы видим железное, только с покрытием, чтобы не ржавело. Я думал, пластмасска или есть пластмасска. Ну, пока непонятно, или пластмасска, или железка, кажись, железка с покрытием. Так, далее, что мы еще можем тут увидеть? Давайте разглядим, какое у нее дно. Вот так вот у нас выглядит дно на этой лодочке. Дно проклеено все броней, вторым слоем, баллоны тоже частично бронированные, только у мысли вон где белая, там нет брони. А так все проклеено вторым слоем ПВХ. И ПВХ какой-то особенный, видно, особо крепкий специально для этого дела. А вот мы толщину этого ПВХ тут можем увидеть по ходу. тут вот у нас вот это все какое-то жесткое пластмасса, там пластик какой-то внутри вставлен. Ну и по центру у нас по всей лодке идет резиновая наклейка, чтобы по земле возить и не царапалось ничего. Ну тут мы клапан видим сливной. все как обычно. Сделано все зашибись. По бокам у нас тут специальные штуковины, чтобы наверное какой-нибудь тент можно было пристегивать. Идет вот эта полоска по всей длине лодки вокруг. ну и что еще можно сказать. Все тут на вид выглядит очень даже отлично и прилично. Вот в принципе и все что я сегодня могу сказать об этой лодке. Ну как вам ребята сказать какие у меня ощущения. А ощущения у меня такие что все таки начинают сбываться мои мечты. Блин спасибо ребятам с аквелона что подарили нам такую классную лодочку. Теперь вот на это место надо будет еще железного зверя раздобыть чтобы нам ее тянул как положено вот такой вот у нас тут ранец все по фэншую и что еще забыл сказать что длина коптика здесь удлиненная то есть лодка имеет длину 340 а длина вот этого коптика увеличенная то есть увеличили ее за счет того что вот эти вот длина как их правильно называют були вроде уменьшена но лодка рассчитана на 15 сильный мотор очень нравится ну вот и все ребята такой вот у нас получился обзор у нас сегодня можно сказать с Андрюхой праздник буду всю ночь сидеть так и лодку гладить ну все короче послезавтра мы с Андреем едем на Десногорское водохранилище попробуем эту лодочку как она плавает конечно мотора у нас пока нет но в ближайшее время я надеюсь он у нас появится в воскресенье будем плавать пока на веслах ну и вы конечно это все увидите все ребята всем удачи пока ссылки где я это все добыл под видео до